Чтобы понять, как строится в утверждениях Present Simple, давайте возьмем глагол like. I like, you like, we like, they like. Но с he, she, it с третьим лицом мы добавляем глаголу буковку S. She likes, he likes, it likes. Что касается отрицаний, давайте тоже возьмем глагол like. I don't like, you don't like, we don't like, they don't like. С третьим лицом с he, she, it don't меняется на doesn't. He doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. Мы используем глагол помощник do с местоимениями I, you, we, they. I do, you do, we do, they do. И мы используем does с третьим лицом. He does, she does, it does. Where does she work? Где она работает? Does мы использовали, потому что у нас третье лицо. Does she live here? Yes, she does, no, she doesn't. Yes, no. Теперь поговорим о сферах употребления, и там вы опять сможете услышать в этих примерах то, что я вам только что сказал, как он строится. Первое. Мы используем Present Simple, когда констатируем факты и общеизвестные истины. То есть что-то, что является правдой всегда. Например, water boils at 100 degrees. Вода кипит при 100 градусах. Это общеизвестный факт, он всегда такой. Water boils. The earth goes around the sun. Земля крутится вокруг солнца. Опять же, это факт. He speaks English very well. Он очень хорошо разговаривает по-английски. Во всех этих трех примерах, заметьте, я прибавил буковку S к глаголу, потому что речь шла о третьем лице. Вторая сфера, когда мы употребляем Present Simple, это когда мы говорим о привычках. У нас у всех есть привычки, мы что-то делаем регулярно, постоянно. Я пью кофе, но я не пью чай. Смотрите, как я использовал отрицание. I don't, but I don't. А теперь поговорим про третье лицо, например, про девушку Кейт. Кейт drinks tea, but she doesn't drink coffee. Почему doesn't? Потому что Кейт это she. Она пьет чай, но не пьет кофе. Или I never eat breakfast. Я никогда не завтракаю. Это привычки, вторая сфера употребления. Третья сфера употребления, мы говорим о расписании событий. Запомните это легко. Мы по-русски можем сказать, поезд приезжает в 7 утра. Мы не говорим, поезд приедет, хотя мы так можем сказать, но часто мы говорим о расписании событий или фильм начинается, поезд приезжает. Заметьте, мы используем тоже настоящее время, не так ли? В Present Simple мы поступаем точно так же. Вот три примера. The concert starts at half past seven или 7.30. Концерт начинается в 7.30. The lesson begins in five minutes. Урок начинается через пять минут. The lesson begins. Опять же, посмотрите, я прибавил букву S, потому что lesson это it. The plane arrives at seven o'clock. Самолет прибывает в семь часов. Итак, еще раз я повторю. Мы используем Present Simple, когда констатируем факты или общеизвестные истины. То, что является правдой всегда. Второе, когда мы говорим о чьих-то привычках. То, что мы делаем регулярно. Я каждый вечер смотрю телевизор, каждый воскресенье я играю в футбол. Регулярные события. Третье, когда мы говорим о расписании событий.